За здоровьем на Черноморское побережье. Всероссийская программа «Открытый юг» в действии. В межсезонье она открывает двери сочинских пансионатов и санаториев. И в заявленной акции их участвует больше трех десятков. Что предлагают туристам в это время, узнал Максим Пикер. Внутри каждого специального чулка – озоносодержащая газовая смесь, которая приводит в норму ноги пациента. У Александра проблемы с коленными суставами, отечность после операции, так что газация – его основная процедура. Медицинский персонал, очень хорошо, добросовестно, четко, все внимательно. В межсезонье открывает новые возможности для желающих поправить здоровье и отдохнуть. Специальное предложение программа «Открытый юг» открывает двери сочинских пансионатов и санаториев, а в заявленной акции их участвует три десятка. Углекислые грязевые ванны, массаж классический и водяной, иглоукалывание – перечислять можно долго. Лечение отдыхающим назначают дома перед отъездом или прямо здесь врачи могут провести обследование и назначить курс. Представлены различные комплексные оздоровительные программы для лечения дыхательных путей, для лечения опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваний. В этом один из важных факторов, на который обращают внимание все специалисты – это климатические условия. Самонахождение в городе-курорте благоприятно действует на отдыхающих. Здесь субтропический климат, который очень подходит для лечения бронхиальных астм, аллергических состояний, обструктивных бронхитов и часто болеющих детей. Причем оздоровительная процедура – это не только воздушные ванны и помощь врачей. Прогуливаясь по Сочи, можно обнаружить бюветы с минеральной водой или вот такой вариант массажа рук или ног. Самое главное – кто выступает помощником в этом деле? Вот эти маленькие шустрые рыбки. Сейчас продемонстрируем, как это происходит. Как будто слабый электрический разряд. И постоянный спутник гостей города – это море. Понятно, что не все готовы плавать в нем в межсезонье, но купание это не отменяет. Бассейны с морской и пресной водой открыты для туристов круглый год. Максим Пекер, Александр Неверов, Вести Перм.